Как видно на экране, речь пойдет о городе и памяти. Тут много есть разных вариантов память в городе, город в памяти. Но и вторая тема, которая, как мне кажется, очень связана с этим, это тема духа времени и духа места. И они, как мне кажется, очень связаны. Сейчас я посмотрю, работает ли это. И я вообще хотел бы начать с 1958 года, это очень важная дата, когда было построено здание Филиппа Джонсона Сигром Билдинг. Его много раз называли самым важным архитектурным сооружением тысячелетия. И это почти не преувеличение, потому что по количеству копий, реплик, влияний и различных реинкарнаций этого здания, я думаю, можно сравнить только с Палладио, по количеству, как это повлияло вообще на окружающую архитектуру. И, значит, что касается духа времени и духа места, то с некой долей условности можно сказать, что вообще модернизм, он отрицает дух места, и он следует духу времени. То есть само слово «современная архитектура» показывает, что это о времени. Скажем, римляне никогда, наверное, не называли свою архитектуру современной. А Филипп Джонсон или Мисс Ван Дерой имели в виду, что они делают современную архитектуру. Что касается духа места, то это как раз в каком-то смысле было чем-то запретным всегда для модернизма. И когда, например, Мисс Ван Дерой, который работал в Чикаго, спрашивали, что он думает о Чикагской школе архитектуры, и он отвечал, что он никогда вообще ничего не слышал, что его возят на такси из офиса домой, и поэтому он ничего об этом не знает, и вообще это ему не очень интересно. Это вот такой самый, как сказать, яркий, символический ответ архитектора-модерниста на вопрос о месте и духе места. Действительно, это здание повлияло абсолютно на весь мир, и уже буквально через два года проектировался вот эта самая гостиница Аэроплота, и была построена в 1965 году. Интересно, что Александр Апопорт рассказывал мне историю, как он водил американского архитектора по Москве, кажется, в 60-е или в самом начале 70-х годов, и с гордостью показывал, говорил, смотрите-ка, у нас уже теперь есть свой Мисс Ван Дерой. И архитектор подошел и сказал, ой, нет, это совсем не похоже на Мисс Ван Дерой, это совсем другое. А в чем дело? Ну, говорит, у Мисс Ван Дерой вот эти вот вертикальные молдинги, или как их назвать, они конструктивные, по ним ездят, вот эти тележки, с помощью которых, например, ремонтируют, моют и так далее. А у вас такие декоративные накладки, то есть это просто такая, как бы, ну, не Потемпинская деревня, но, в общем, стилизация. Значит, 68-й год, еще знаменит другим скандальным, в известном смысле, произведением, это Эрнеста Роджерс, который, кстати, двоюродный брат Ричарда Роджерса, который построил Помпидус Рен-Суфьяно, позволил себе такую вот дерзость, в сочетании модернизма, он построил вот эту башню, чуть-чуть стилизовав ее под средневековую башню. И на него накинулись, на конгрессе Сиама, сказали, что это просто измена всем принципам модернизма, что это ужасно. И особенно резко выступил Рейнер Беном, который сказал, процитировал Маринетти, сказав, что надевать старые одежды это все равно, что желание взрослого человека спать в колыбель. То есть вот эта попытка включить модернизм, идею, дух и место была воспринята как предательство идеи. Ну, дальше известная история, возник постмодернизм, возникли белые и серые, серые, говоря о том, что надо грязь жизни включать в архитектуру, ну, соответственно, местную, местную грязь жизни. То есть это вот такая борьба, и, значит, Ричард Майер и другие ортодоксальные модернисты, они были белыми, а вот такое эпохальное или, ну, такое вот яркое заявление постмодернизма, это вот когда Чарльз Мор построил в Новом Орлеане пьяццо детали, значит, естественно, возникает вопрос, почему тут двух мест, если это Новый Орлеан и пьяццо детали. Оказывается, есть, потому что он построил бы в том месте, где была как раз итальянская комьюнити. Ну, и постмодернизм, значит, тем или иным способом пытался обыгрывать идею места, вот эта группа Бест, они построили огромную серию вот этих торговых центров, группа Сайт построила большую группу этих супермарктов Бест, и они были в основном в Калифорнии и в Техасе. Понятно, что это игра с идеей землетрясения, вот такие как бы здания, которые пострадали, уже пострадали от землетрясения. Кстати, интересно было бы увидеть, как реально такое здание выручить после землетрясения. Возможно, оно стало бы идеальным целом. И вот обратная критика, это уже другая эпоха, и критика идет в обратную сторону, когда А.М. Пей построил вот такую пирамиду перед входом в Лувер, то известный критик Чарльз Дженкс иронически сказал, я что-то не припомню, чтобы на этом месте находили какие-то египетские развалины. То есть это было уже изменой в обратную сторону, изменой постмодернизма. Ну и Фрэн Гэри, который всегда был активным противником постмодернизма, всегда об этом говорил. И он стал тогда делать такие иронические заявления. Он сказал, что, ах, вы хотите вернуться к коммунисценциям прошлого, тогда давайте вернемся к рыбам, потому что они существовали на Земле задолго до человека. Давайте тогда вернемся к рыбам. И он стал в знак протеста против модерниста делать, рисовать. У него есть лампы в виде рыб, пресла в виде рыб, все что угодно в виде рыб. Вот такая вот ироническая игра. А Антуан Прядок, который живет в штате Нью-Мексико, это просто такой любопытный факт. Кроме того, что он архитектор, он страстный коллекционер мотоциклов. У него в офисе стоит, может быть, 30 или 40 каких-то фантастических мотоциклов. И вот он только что приехал на мотоцикле в Лос-Анджелес, попал в жуткую аварию, сейчас у него сломаны что-то 6 ребер, и вообще он лежит весь перебинтованный. Такая вот печальная история. Но дело не в этом. У него своя идея духа места, который говорит, что вообще контекст все понимают неправильно, а надо думать глубже, архитектура должна выражать геологию мест. Значит, как это выражает вот этот музей американской истории, я не очень понимаю, как он выражает геологию, потому что я просто не знаю геологию штата Вайоминг, но, возможно, он как-то выражает. Но его интересен в этом смысле его другой проект, он сделал проект Казино для Лас-Вегаса, который он назвал Атлантида. Поскольку никто не знает, где была Атлантида, может быть, он сделал открытие, оказывается, она была под штатом Невады. Атлантида. Атлантида. Значит, если действительно модернизм отрицает идею места и духа места, то вот это Сиграм Билдинг это вроде бы так, но с другой стороны возникает неожиданный взгляд на это. Если посмотреть на линию как это по-русски Skyline Нью-Йорка Силуэт. Силуэт. Спасибо. А то мы увидим, что высокие небоскребы, высота небоскреба зависит от того, как близко скала, которая представляет из себя Манхэттен, подходит к поверхности. Там, где она близко к поверхности, можно строить очень высокие, потому что скала выдержит все, что угодно. Там, где она уходит под землю или вообще ее нет, там стоят низкие дома. Таким образом, силуэт Нью-Йорка на самом деле абсолютно точно повторяет как раз геологическое не дух места, но, во всяком случае, геологическое место. Значит, это 58-й год, а то, что было построено примерно в это же время в Москве, это уже как бы программное заявление. Это нечто, что должно выражать, во-первых, как силуэт Москвы, а во-вторых, должен выражать нашу советскую экономику, потому что, почему американские небоскребы такие узкие и длинные? Потому что земля стоит очень дорого. Наша земля народная, она ничего не стоит, и мы можем, вот сколько хотим земли занять нашим зданием, столько и займем, потому что это все наше, народное, и никто считать не будет. И таким образом, действительно, мы видим, как свободно и непринужденно уселся на это место Московский университет. Значит, когда перед модернистами вставала задача вот конкретно памяти, когда, например, надо было поставить памятник кому-то или памятник какому-то событию, то, вот, например, Марсово поле Руднево, который задолго до того, как он построил университет, был, в общем-то, в каком-то смысле конструктивистом, то можно сказать, что здесь память выражена только текстом, здесь нет никакой попытки в форме этой передать что бы то ни было, кроме ну вот просто такое геометрическое упражнение. И то же самое можно сказать про памятник Мисс Мандерой, памятник Карлу Литвику и Розе Люксембург. Если бы не было вот этой звезды с серпом и молотом, то понятно, что это просто такое интересное упражнение на композицию. Ну, понятно, что оно было уничтожено в 30-е годы, когда Гитлер пришел к власти. А теперь следующая тема это память разрушения. Значит, когда в 31-м году был взорван, потом разобран Храм Христа Спасителя, это в каком-то смысле было все еще продолжением такого модернистского импульса уничтожить старое и построить нечто современное. и даже то, что должно было быть построено, а именно Дворец Совета, он, если внимательно посмотреть, это все равно содержит в себе некоторый импульс модернизма, потому что, ну, во-первых, явно можно увидеть влияние архитектуров Малевича на эту композицию, а во-вторых, сам этот жест снести и построить новое, это не консервативный жест, это вполне жест модернистский. И когда возникла идея, что надо что-то делать с этим бассейном, а идея возникла по разным причинам, одна из которых стояла в том, что вот этот горячий пар, он каким-то образом разрушал картины Кушинского музея и вообще окружающие здания, что-то надо было делать, и началась серия конкурсов и разных проектных предложений. В одном из них я тоже поучаствовал, но мой проект принят не был, у меня была идея создания надувного купола в виде дворца советов над бассейном, который бы как раз этот пар бы сохранял и не позволил бы разрушаться картинам музея. В какой-то причине он принят не был, но на самом деле был замечательный проект художника Юлия Сильверсова, который предложил восстановить дворец советов в виде металлического контура, трехмерного металлического контура. Это очень красивая идея, и он говорил, что это будет символ памяти и покаяния. Примеры такой реконструкции не сохранившегося дома существовали и до него. Например, в городе Филадельфия Вентури построил таким образом контур дома Бенджамина Фрэнклина. Но, как мы знаем, вот эта идея покаяния памяти была отвергнута и храм был восстановлен я чуть не сказал в камне, хотя в бетоне. Тем не менее, он восстановлен так, как если бы он стоял тут всегда. И я не сомневаюсь, что есть поколение людей, которые сейчас считают и будут считать, что ну да, это вот такой старый храм, который здесь всегда стоял. И то же самое можно сказать, скажем, про Казанский собор рядом с Красной площадью. Я помню в 70-е годы, когда я ходил по этим местам, там был огромный общественный туалет. И я ходил, думал, как печально, что вот ходят толпы, и никто из них не знает, что на самом деле здесь стоял Казанский собор. Теперь у меня такое же чувство, когда я вижу несуществовавший собор, и говорю, вот теперь никто не знает, что здесь, на этом месте стояла общественная туалет. То есть таким образом память все время стирается. И вот если бы мы вернулись к идее Сильверства, то каким-то образом это можно было бы сохранять, потому что память о разрушении, как мне кажется, столь же важна, как память о созидании. Значит, теперь я хочу сказать несколько идей, несколько проектов, как разные люди предлагали сохранить память о разрушении. Одна из них это дом Лермонтова, который родился в 1814 году, который был снесен в советскую эпоху, я сейчас точно не помню дату, и один из членов Архнадзора, Александр Фролов, предложил, это не его эскиз, он устно эту идею изложил, а я-то сделал такой фотомонтаж, просто на тротуаре краской обозначить это место в виде такого закрашенного прямоугольника, на котором было бы написано, что вот на этом месте стоял дом Лермонтова. Интересная идея, вот есть такой английский художник Пол Каминс, который сделал памятник погибшим англичанам во время Первой мировой войны, как раз к столетнему юбилею Первой мировой войны, и он изготовил 888 тысяч плюс что-то керамических маков, а поскольку была известна цифра погибших, Англия, включая все колонии, все солдаты английской короны, которые были погибли, для каждого он с группой помощников изготовил вот такой керамический мак, причем надо сказать, что он пострадал сам при этом изготовлении, он как-то так сильно повредил себе руку, что ему пришлось сделать какую-то сложнейшую операцию, он лишился пальца в результате, как попытка создать памятник о жертвах привела к тому, что сам автор стал в каком-то смысле жертвой этого. И теперь очень интересная история с памятником ветеранам вьетнамской войны, который сделала американская студентка Майя Лин китайского происхождения. Значит, она выиграла конкурс. Конкурс был под девизами, там нигде не было ни фамилии, никакой информации об авторе. После того, как она выиграла его и был проект опубликован, ее имя опубликовано, началась серия протестов. Значит, протесты заключались в следующем. Во-первых, это не традиционный проект. Большинство людей, особенно ветераны вьетнамской войны говорили, что где же памятник, это какая-то дыра, это яма, мы не понимаем вообще смысла этого. Для нее смысл очень большой, это рана в земле, одна из стен этой рамы покрыта черным гранитом, на котором написаны все имена. Очень чистый, красивый, символический памятник. Самое интересное, что она была студенткой Ельского университета архитектурного факультета, ее который очень высоко оценил этот памятник, но он все сказал ей, ты знаешь, вот если бы у меня был брат, который погиб на войне, я бы не хотел спускаться в эту яму и смотреть на его именно на стене. То есть у него была такая раздвоенная реакция, с одной стороны он восхитился лаконизмом этого проекта, с другой стороны он попытался встать на точку зрения тех, кто возражал. И это вот такой конфликт, в котором нету права. Здесь правы и те, и другие. С точки зрения дизайна, это очень красивый проект, с точки зрения чувств людей, которые потеряли близких, которым этот проект не дает эмоционального выхода, они точно так же правы. ветераны сказали, что они хотят, чтобы был нормальный памятник, чтобы там был солдат и так далее. А Майя Лин сказала, что тогда она снимает свое имя с этого проекта. Памятник поставили. Да, тут еще я не договорил о главном возражении. Главное возражение стояло в том, что у ветеранов было такое ощущение, мы воевали с этими азиатами. Теперь какая-то азиатка будет говорить нам, как нам оплакивать наших погибших. Значит, с одной стороны она стопроцентная американка, она родилась в Америке. По всем канонам по американской конституции, по всем законам она абсолютно стопроцентная американка. Тем не менее, с точки зрения тех, кто воевал с азиатами, это травма. То, что, во-первых, недоучившись студентка, во-вторых, представитель Азии. И опять, нельзя сказать, что они просто неправы. Здесь конфликт между реальными чувствами реальных людей и чистотой замысла. Но, тем не менее, поставили памятник и все правильно, там есть белый, черный, латиноамериканский солдат, удовлетворили всех, но тут женщины оказались недовольны, сказали, «Дождите, а как же медсестры, которые там тоже погибли?» И сказали, «Ну, хорошо, поставили им тоже памятник». В конце концов, Майя Лин пришлось согласиться, она оставила свое имя, теперь она является официальным автором этого памятника, она после этого сделала много других проектов. Но для меня это очень интересная ситуация, потому что с моей точки зрения, там нет правых и неправых. Там есть просто две точки рассмотрения, чисто эстетическое и человеческое эмоциональное. И наконец, еще один аспект, это памятник не просто разрушению, а памятник варварскому разрушению. Вот, например, в мае 1933 года в Берлине перед университетом Гумбольта происходила «Аутедафе». «Аутедафе» это слово, которое называлось «сжигание еретиков» из португальского языка, но потом оно стало обозначать любое сжигание, чего бы то ни было. Вот это сцена «Аутедафе». Как можно сделать мемориал вот такому варварскому событию? Оказалось, можно. израильский художник, его зовут Миша Олман, он сделал довольно простую вещь. Это такая просто яма в земле, покрытая стеклом. Я первый раз увидел ее ночью, потому что я просто шел по этой площади и случайно ступил на стекло и увидел за этим стеклом четыре стены, которые представляют его пустые книжные полки. И по-моему, это очень интересный такой памятник, показывающий как в принципе такая проблема может быть решена в такой памяти. Поскольку мы заговорили о Берлине, надо сказать, что Берлин весь покрыт памятниками жертвам, самым разнообразным жертвам. Почти нет ни одной площади, где бы не было какого-то памятника погибшим или разделенным семьям и так далее. Вот это, например, памятник еврейским портным, весь этот район, там жили еврейские портные, и все они до единого погибли. И проект сделан очень интересно. Это три зеркала, стоящие вот так, вот это как бы примерочное. И когда ты входишь в нее, ты видишь свое отражение, и ты чувствуешь себя примерочно, единственное, чего нет, это портного самого. И таким образом, это напоминает мне пустые полки в предыдущем памятнике, опять, когда тебе показывают отсутствие чего-то. Примерочное есть, зеркала есть, какая-то одежда на тебе есть, а портного нет. И в дополнение к этому выход из метро, такая длинная лестница, на каждой ступеньке написано имя одного из этих партнеров. Так что, это не просто один памятник, вся площадь превращена в такой мемориал. Или вот этот довольно интересный проект, который называется «Покинутая комната». это вот кусок пола, стол, опрокинутый стол. Это бронзовая скульптура такая в парке, вернее, это не парк, это двор того дома, откуда довольно много людей было вывезено в концлагеря. Мы видим, дети залезают на эти. Это как-то даже хорошо, что вот этот памятник, он так живет в этой жизни. Еще интересная вещь, это то, что по периметру этого памятника написаны стихи на немецком языке. Эти стихи принадлежат женщине по имени Нелли Закс, которая взялась в 2010 году, значит, в 1940 году ей было 30 лет. Она была необыкновенно травмирована ситуацией, она была из еврейской семьи, и она все время боялась ареста, боялась погибнуть, и каким-то чудом ей и ее матери удалось на самом последнем самолете, который летал между Берлином и Швецией, улететь в Швецию, они спаслись буквально в последнюю минуту, потому что они уже была дата, когда они должны были явиться в концлагерь. Но, тем не менее, она была настолько травмирована, что потом всю остальную жизнь она провела как бы между психиатрическими больницами, она стреляла от депрессии, у нее никогда не было семьи, но все это время она писала эти стихи, а в конце концов она получила Нобелевскую премию в 1966 году, и теперь на этой же площади, на одном из домов есть мемориальная доска, которая, значит, рассказывает об авторе этих стихов. Ну, и, конечно, главная травма города Берлина, которая не изжита до сих пор, это травма стены, которая была построена практически за одну ночь в августе 1961 года, просто жители проснулись и увидели эту стену, и люди оказались разделенными на с 1961 до 1989 года, и, значит, здесь видно со стороны западного Берлина эта стена, значит, почему стена была построена, известно. Дело в том, что население Восточной Германии катастрофически сокращалось. С 45-го, 61-й год, ну, я не помню точную цифру, но точно больше трех миллионов людей перешло на сторону Восточной Германии, то есть было опасение, что это вообще там не останется никого, поэтому была построена стена. И, ну, мы знаем, как в 89-м году как бы праздник разрушения стены, соединение Германии происходил, но, тем не менее, вот эта травма стены и травма разлуки, она до сих пор очень жива в городе Берлине, и, более того, все точки, где стена существовала, там, либо в каких-то местах стена сохранена, в каких-то она как-то символически сохранена, а там, где невозможно ее сохранить, она выложена вот таким красным камнем, и, на самом деле, вот, когда ты находишься в Берлине, практически нет такого места, где бы ты так или иначе не видел присутствия этой стены, и это, на самом деле, очень сильная вещь, ты всегда помнишь об этом, тебе не дают забыть об этой травме разделения. Причем, сама вот эта идея вот этого пути, выложенного красным камнем, она очень может быть заимствована из города Бостона, где есть очень похожая вещь, тоже выражена красными кирпичами, но там она значит совершенно другое, там это просто маршрут по всяким памятным местам истории Америки, значит, было ли это заимствованием, ли это случайное совпадение, я не знаю, но вот есть места, где стена сохранена, она вся покрыта всякой живописью, там, где ее нет, иногда просто поставлены такие палки, в каких-то местах, это место музей террора и так далее, и особое место занимает вот эта память погибших при попытках перебежать, перелететь через эту стену, и мы видим, что в тех случаях, когда нельзя было найти фотографии, оставлено просто стекло без фотографии, и потом вот эта идея пустоты, отсутствия фотографии, она повторится в проекте «Последний адрес», где уже сознательно сделано пустое адрес вместо фотографии, а что на самом деле действует еще сильнее, чем фотографии, потому что это опять память об отсутствии, как с пустыми книжными полками, и ну, там, естественно, написано имена, и я хочу еще показать один пример любопытный такого странного наслоения памяти, это то, что находится в Будапеште, там значит стоит советский памятник героям-освободителям, который добросовестно сохраняется, буквально рядом с ним стоит памятник Рейгану, чуть дальше, это, можно сказать, антисоветский памятник, это стена, в которую попадали пули во время расстрела антисоветской демонстрации, которая происходила в 1956 году, и вот все точки, где пули попадали в стены, их заменили вот этими металлическими пулями, шариками и так далее. Значит, соседствует советский памятник, антисоветский памятник, Рейган, тут же рядом памятник евреям, которых расстреляли на берегу Дуная, известно, что их заставляли снимать ботинки, потому что ботинки были большой ценностью, и все эти туфли потом попадали на черный рынок и их продавали, и, наконец, тут же рядом совсем новый памятник, который вызвал страшную волну протестов, потому что памятник изображает такого ангела, который изображает Бенгрию, и такого страшного орла, который нападает на нее, который изображает нацизм, и все критики говорят, памятник абсолютно ложный, потому что, во-первых, Венгрия была союзником Германии, во-вторых, известно, что Венгрию очень охотно сдавали своих евреев, отправляли их в Кургольский Гиря, поэтому это такая попытка само оправдания, и поскольку авторы этого проекта как бы понимали, что это не совсем правильный памятник, он был установлен примерно так же, как стена, проснулись жители утром и увидели, что за ночь успели поставить этот памятник. Теперь в городе Эксан-Прованс, там, где жил Сезан, там это называется Шаги Сезанна, там его пешеходные тропы выложены вот такими металлическими плитами, это сделано очень интересно, ты останавливаешься около каждой этой плиты, и там стоит металлическая рамка, через которую ты видишь пейзаж, и рядом стоит другая рамка, в котором пейзаж, написанный Сезаном с этой точки, то есть ты видишь в металлической пустой рамке сам пейзаж, ты видишь, как его написал Сезанн, и вот весь путь вместе с ним ты можешь пройти. Это интересно, потому что эта же идея была использована в Германии, когда был создан проект «Идети камни приткновения». Это такие бетонные кубы сверху, покрытые такой бронзовой плитой, и камни приткновения. И я думаю, что до какой-то степени проект «Последний адрес» был вдохновлен, может быть, вот этими камни приткновениями. И здесь вот, как я сказал, то, что сделал Александр Бродский, дизайн вот этой таблички, где он оставил место для фотографии без фотографии, вот эта вот идея отсутствия, идея пустоты, по-моему, выражено замечательно. Здесь мы видим нашего дорогого Евгения Викторовича, который прикрепляет одну из таких табличек. И наконец, последнее, о чем я хотел поговорить, это то, что вы все хорошо знаете, это конкурс и сам памятник жертвам политических репрессий. Значит, я просто хочу напомнить, как происходил этот конкурс. Значит, во-первых, был сайт, то есть был уже несколько нетрадиционный способ объявления конкурса, где на самом сайте были уже предложены варианты решения. Три фотографии там все время менялись. То есть как бы участникам предлагалось «Ну вот выберите себе что-нибудь из этого». и дальше возникла очень интересная ситуация, в которой участвовал ну вот до этой ситуации значит я хочу показать кое-что из проектов, которые были присланы на этот конкурс. Что меня поразило в этих проектах, это то, что каждый из них имел абсолютно точный аналог уже в виде существующих проектов. Вот первый, вот эти параллепипеды вверху, это точно отсылка к Питеру Айзенману, возможно, самому неудачному произведению этого талантливого архитектора. А вот это явно напоминает тоже Берлин музей Лебискинда. Вот эта стеклянная сфера очень напоминает этого в Чикаго Анишкапур. Это явная перекличка с Энстом неизвестным. Ну и последнее не надо вам говорить, вы прекрасно понимаете, что это какие-то варианты башни така. И дальше возникла очень интересная ситуация, в которой участвовал некоторые из присутствующих, и в частности я, когда в мемориале обсуждался вот этот конкурс. И там присутствовал Евгений Викторович, Резвин, Ревзин. И возник необыкновенный спор. И мы с Евгением Викторовичем оказались по разной стороны баррикад в каком-то смысле. Значит, половина участников говорила, мы вообще против этого конкурса, мы не хотим, чтобы эта власть ставила памятник жертвам политических репрессий, потому что политические репрессии не кончились. Это вообще аморально. На что другая часть, которой принадлежал я, и это же самое говорил Евгений Викторович. А моя точка зрения и другой половины, в частности Арсений Рогинский, который руководитель мемориала, мы говорили как раз очень важно, чтобы этот памятник исходил именно от власти. Потому что представьте себе сельскую учительницу, которая пытается детям что-то рассказать про ГУЛАГ, ее же там просто съедят, а у нее теперь появляется возможность. Нет, посмотрите, в Москве правительство установило памятник жертвам политических депрессий. Значит, об этом говорить не просто можно, но и нужно. Это чрезвычайно важное событие, которое все аргументы я могу прекрасно понять эмоциональные, но с точки зрения существования самого общества, мемориал и всех его сторонников, конечно, очень важно, чтобы этот жест исходил именно от правительства, именно от власти, чтобы это движение было санкционировано. Ну, все вы знаете победивший проект Франгуляна. И последнее, у меня есть видео речей на открытии этого мемориала, но я не буду вам показывать, вы их наверняка сами много раз видели, там, речь Путина, речь патриарха и так далее. Я просто хотел сказать, что в этом памятнике и в этих речах, надо сказать, таких совершенно правильных речах, в этих речах говорились все совершенно правильные вещи. Там не хватало одного, там не было как бы сказать субъекта насилия. Мне сказали, что это жертвы ужасных репрессий, жертвы террора. Не было никого, то есть получалось так, что вот репрессии стали каким-то субъектом насилия и так далее, что мы боремся с каким-то абстрактным понятием репрессии. А кто стоял за этими репрессиями, откуда они появились, вот этого не было произнесено. Вот это единственное, чего не хватало вот этим речам очень правильным, а именно называние субъекта этих репрессий, потому что иначе это получается какая-то мистика. На этом я хотел бы закончить свое сообщение и ответить на ваши вопросы, если они возникнут. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ